Наш следующий герой на голом энтузиазме переводит зарубежные фильмы и мультфильмы на крыгызский язык, без поддержки государства и НПО. Сидя в своей маленькой комнатке, он заставляет Голливуд говорить на крыгызском языке. Озвучивает же героя фильмов и мультфильмов всей семьей. В его фильмотеке уже более 50 лет. Диргалбек уже 8 лет переводит зарубежные фильмы на крыгызский. Этот мультфильм он считает самой удачной своей работой. В роли Маши его 10-летняя дочь Акбермет. Чтобы Маша и Медведь заговорили на крыгызском, отцу с дочерью пришлось потрудиться ровно два месяца. Строгие судьи своей работы опять же сами. Семья по нескольку раз просматривает переозвученную ленту и ищет недостатки. Очень сложная работа была. Она озвучивает. Мне все кажется, что не похоже на оригинал. Ругаю, нервничаю, забываю, что она ребенок. Даже бывало, дочка захочет поспать, а я говорю, вот этот кусочек только запишем, потом отдохнешь. Акбермет как профессиональный дублер. Без капризов, ни по-детски серьезно относится к дубляжу. Работа есть работа. Мне нравится эта работа. Вообще, я очень люблю этот мультфильм. Маша – забавная девочка. В творческой работе и жене находятся роли. Джазгуль неоплачиваемую работу мужа не одобряет, но помочь супругу считает своим долгом. Ночи напролёт может сидеть за компьютером. Иногда жалко становится. Пока даёт мне роли ведьм. В фильме «Зажигалка» я озвучивала ведьму. За восемь лет Джазгалбек перевёл и переозвучил более 50 художественных, документальных и мультипликационных лент. С его помощью такие звёзды, как Джет Ли и Джеки Чан, впервые заговорили на крыском. Меня никто не заставляет это делать. Наоборот, родственники часто упрекают. Говорят, издалась тебе такая неоплачиваемая работа. Но когда вижу в интернете отклики народа, которые благодарят за перевод, это меня очень вдохновляет. Я снова чувствую, что не зря мучился всё это время. И оно того стоило. Вначале мужчина переводил для узкого круга знакомых, но позже и сам начал удивляться, когда увидел свои же диски на прилавках. У нас мало фильмов на кыргызском языке, поэтому переводы Джаргала пользуются большим спросом. Пока Джаргалбек работает для души. Когда же его работа начнёт приносить доход, мужчина не знает. Его фильмы изредка показывают местные каналы. Однако каналы пока только ограничиваются словами благодарности. Переводчик-доброволец мечтает, что труд его когда-нибудь оценят материально. Вот тогда-то он начнёт работать с профессиональными актёрами дубляжа. И это будет уже совсем другое кино.